Вопрос открытия медицинского учреждения в микрорайоне Пригород-Лесной назревал давно. Над выполнением этой задачи работал застройщик территории. Сейчас можно с уверенностью сказать, что офис у врача общей практики быть, ведь для его открытия все готово. В отремонтированное помещение уже завозят необходимое оборудование. Сам офис врачебной практики у него достаточно ограниченный функционал, но, однако, мы уже здесь применяем в нашем Ленинском городском округе такую практику, что у нас выезжают бригады узких специалистов, в том числе и для взрослых, и для детей, и они могут выезжать в любое лечебное учреждение, в том числе и в амбулаторию, и в ФАП, и врачебный офис. Так что я думаю, что функционал мы его расширим, который будет действительно полезен и удобен для наших жителей. Сейчас застройщик готовит документы, чтобы передать лечебное учреждение в муниципальную собственность, после чего местная администрация сможет предоставить офис врача общей практики Виндовской районной клинической больницы. В помещении площадью более 300 квадратных метров доктор будет принимать как взрослых, так и детей. Добротная мебель. В каждом кабинете мебель. Чисто. Достойно. Достойно. Спасибо. Готовность лечебного учреждения к сдаче проверил глава Ленинского городского округа Алексей Спасский, который отметил, что медицинский вопрос в округе потихоньку, но все же решается. Несмотря на то, что за последние пару лет и отремонтировано несколько поликлиник, и введено в эксплуатацию, так называемый южный поликлиник, можно говорить о том, что динамика есть, но недостаточно. Население стремительно растет, большое жилищное строительство. Вот сейчас мы с вами находимся в Мисайлово, в пригороде лесное. И вот очень достойно сделан застройщиком офис врача общей практики. Но четко понимаем, что те запланированные две поликлиники, взрослые и детские, которые здесь стоят по плану строительства, они им просто жизненно необходимы. А вопрос с поликлиниками застройщик собирается закрыть в третьем квартале 2024 года. Также в планах у нас в проектировании находятся еще два детских садика, плюс еще школа на тысячестное место и детская и взрослая поликлиника по 500 мест. Помимо этого, в следующем году застройщик планирует ввести в эксплуатацию два детских сада, а школу сдать в начале 2023 года. Юлия Погайсян, Грилл Иванов, Ольга Садовская. Видно этого.